Для вас выступает народный ансамбль русской песни «Сибирские зори» с песней о любви к семье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И они все эти 50 лет в этом дворце. Да, на базе Дворца культуры основан ансамбль. Конечно, состав много раз обновлялся. Да, я уже думал. Хорошо сохранились, да? Да, да, да. Последние пять лет руководитель ансамбля Анастасия Гуменко. Здравствуйте, Анастасия. Возьмите, пожалуйста, микрофон. У нас есть к вам пара вопросов. Коллектив для взрослых людей? Коллектив, да, для взрослых профессиональных людей, так скажу. То есть люди, которые закончили профессиональные музыкальные училища и заведения. И да, это в основном девушки от 25 и плюс, так скажем. И много у вас таких девушек? В коллективе семь девушек. Прекрасно. А вы хотели бы больше? Или семь это такой нормальный? Я думаю, что это оптимальный состав для ансамбля. Ну, парней вы не пускаете. Ну, нет. Феминистически. Да, у нас дресс-код, фейс-контроль. Вот как раз нам Алена говорит, что состав много раз менялся. От чего это зависит? Что значит меняется состав? Кто-то вышел замуж, ушел из состава. Разлюбил песню. Но состав менялся еще на протяжении 50 лет. И менялись руководители ансамбля. Поэтому с этим и связаны изменения в составе ансамбля. Есть ветераны у вас в ансамбле? Ну да, собственно, вот мы с Еленой. Сколько вы лет уже вместе с «Сибирскими зори»? Около 13 лет. Ничего себе, так и не скажешь. Получается, с 7 лет они в «Сибирскими зори». Алена, расскажите, пожалуйста, про правобережный городской дворец культуры. Он находится на Коломенской, 25. Я там неоднократно был. Ты, Татьяна, была? Я там, конечно, была много-много раз. Ну, вот «Сибирские зори» – одна из гордостей, наверное, ваших. Что еще? Также у нас есть хореографический ансамбль «Юность Красноярья». Это тоже наша визитная карточка. Им в этом году тоже исполняется 50 лет. Конечно, были запланированы мероприятия по этому поводу. Ну, мы поняли, почему их нет. Да, сейчас их нет, но они в любом случае состоятся. Поэтому можно следить за новостями на нашем сайте или в соцгруппах. Там мы, конечно, как только ситуация изменится к лучшему, обязательно объявим о датах концерта и времени проведения. Также у нас очень много клубных формирований, 48. Есть каратэ, робототехника, развивающие занятия. Есть занятия для самых маленьких. Есть занятия, можно прийти петь. У нас есть замечательный ансамбль «Ростынь» для совсем уже таких взрослых, уверенных в себе людей. То есть сначала в «Сибирский зорь», а потом уже... Ну, примерно так, да. Получается, у нас есть каратэ. Ну, очень много направлений. Вокал, хореография, народные страты. Куда ведут родители своих детей, вот если приводят к вам? Что самое популярное? Ну, наверное, хореография. Все-таки на первом месте держится. Ну, сложно сказать, что прямо на первом месте. Так, наверное, не стоит говорить. На самом деле у нас очень много воспитанников ВДК. И все залы, все кружки переполнены. Ну, сейчас, может быть, небольшой спад, но это, опять же, понятная ситуация. Но, чувствуя, Алена, нужно брать съемочную группу и ехать к вам. Конечно, обязательно. С экскурсией, да? Обязательно приглашаем вас. Будем узнавать в рамках проекта Татьяны Ушаковой «Дом культуры». Будем узнавать больше о правобережном дворце культуры. Алена Кузнецова, заведующая отделом массовых просветительских и детских мероприятий и народный ансамбль русской песни «Сибирский зорь» сегодня порадовали нас всех своим визитом в эфир программы «Новое утро». Спасибо вам огромное. Мы продолжим через минуту. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова